Всем привет! Меня зовут Арина Вискера и сегодня у нас с вами обзор палетки, которую я не хотела покупать, поэтому я своровала ее у Златы Юрьевны. Но не переживайте, Злате Юрьевне я дала Blood Sugar для того, чтобы она попользовалась ей и решила, хочет она себе такую покупать или нет. А Златая Юрьевна дала нам с вами палеточку Born to Run от Urban Decay. Было очень большое количество комментариев и запросов в Инстаграме и некоторое количество вопросов в Ютьюбе на то, чтобы я сделала обзор на эту палетку. Честно говоря, я зашла в Urban Decay, когда она вышла в Россию, посвочила и не впечатлилась. Но вот макияж глаз выполнен полностью этой палеткой. Если вы хотите узнать, изменилось ли мое мнение, рекомендую ее я или нет, оно нам надо или нет, то, как всегда, не откладывая в долгий ящик. Погнали! Итак, вы просили, как я уже сказала, в приветствии удачно складываются обстоятельства. И сегодня мы с вами будем тестировать палетку Urban Decay Born to Run. Во-первых, что сразу хочется сказать, когда я ее смотрела на дисплее в магазине, она мне показалась, ну, ничего особенного. А сейчас, когда я ее держу в руках, она прям тяжеленькая. В ней есть огромное зеркало, что прекрасно. И у нас здесь с вами 21, я полагаю, цвет, весом 80 грамм. На самом деле, сейчас, когда я посвочила эту палетку, вы посмотрите свочи, сейчас всех цветов, я свочила каждый ряд отдельно. Это идеальная палетка, если вы вот мучаетесь, что вам нравится и розовенькая, и персиковая, и темная вам нужны и базовые цвета, и фиолетовая. Она реально хороша. Поэтому мы с вами сегодня будем делать макияж этой палеткой. Это будет мое первое впечатление. И обязательно пишите сразу внизу, хотите ли вы несколько вариантов макияжа именно этой палеткой. Тогда Злате придется немножко подождать, прежде чем я ей верну эту палетку. Итак, начинать я, видимо, все-таки буду с спрессованной пудры, потому что самый светлый оттенок, который есть в этой палетке, он все-таки с небольшим шиммером. У меня на глазах консилер от Vicon. Я его фиксирую, как всегда, своей любимой кисточкой от Manly. И это нормально, когда у вас консилер немножечко сбился на веки. Ничего такого плохого в этом нет. И мы с вами сразу перейдем к следующим цветам. Я буду использовать несколько матовых оттенков, которые больше всего меня впечатлили, пока я сводчила палетку. Сейчас я начну задавать форму оттенком Weekender. Это, можно сказать, самый светлый оттенок, но на самом деле это идеальный оттенок для того, чтобы задать форму. Пока я буду задавать форму этим оттенком, я предлагаю вам посмотреть сводчи как раз-таки первого ряда, которым я начинаю работать на глазах. Потому что у нас с вами здесь будут два цвета именно из этого ряда. Здесь у нас с вами такой очень есть нежный оттенок Break Away, светлый. Он подойдет для того, чтобы подсвечивать уголок, подсвечивать под бровью. Но он такой прям совсем нежный-нежный оттеночек. И здесь есть персиковый оттенок Steel Shot, который, честно говоря, немножечко меня смутил. Он наслаиваемый, он неплохо набирается, но это не такой, знаете, взрыв, плевок цвета, как только вы набрали его на кисть. Ну и да, как я и предполагала, отличный цвет для того, чтобы растушевать и задать форму в складке. Следующий оттенок, который я хочу использовать, он также в этом ряду. И он называется Riff. Сейчас мы с вами возьмем кисточку Morphe M433. И это вот такой оттенок. Им я хочу проработать больше складку. Вот эти два оттенка матовых, какие-то очень приятные на ощупь, когда вы, знаете, сводчите и понимаете уже, что оттенок будет классно растушевываться. И вот вы видите, я буквально чуть-чуть взяла, и уже у нас с вами очень красиво задана складка. И, как всегда, я сразу возвращаюсь к прошлой кисти, не набирая никакого оттенка, чуть-чуть смягчаю границу. Следующий оттенок, который мне бы хотелось сделать максимально акцентом, это оттенок Baya. И он тоже очень крутой на ощупь. Вот прям... Буду работать 227 Zoeva. Это плоско-пушистая кисть. Очень красиво. И им я работаю на подвижке, поднимая в складку, но не поднимая совсем высоко. Выше мы с вами еще раз пройдемся оттенком Reef, в котором мы углубляли складку. Знаете, мне так нравятся эти цвета, как они сочетаются друг с другом, несмотря на то, чтобы вроде бы... Ну, не вроде бы, а этот оттенок рыжий, но он более глубокий по своему цвету, и это уже вызывает ассоциацию с осенним макияжем, а не с летним рыжим макияжем. Ну, по крайней мере, у меня никто вас не останавливает использовать те цвета, которые вы использовали летом и осенью. И возвращаясь к прошлой кисточке Morphe, набираю еще оттенок Reef, и прохожусь по границе оттенка Baya, который мы с вами набивали, чтобы красиво их стушевать. Ну, и в третьем ряду, в принципе, шиммерные металлизированные оттенки в этой палетке очень классные. Мне понравились все, но я хочу использовать оттенок Double Life. Это такой ржаво-кофейный металлик. Металлик. И наносить я буду влажной кистью. Они классно набирались пальцем, можно наносить и пальцем, но я сразу делаю влажной кистью, чтобы ничего не осыпалось, так как у меня уже есть консилер и тон на лице. Этот металлик темный, но очень красиво рефлектирует, поэтому я беру еще раз кисть Zueva оттенок Baya и набиваю его поактивнее на подвижку и на стык вот этих цветов, чтобы этот оттенок не терялся на фоне нашего металлика. И так вот, меняя кисти, я добавляю, если мне нужно, металлик и туда-сюда, меняя кисточки, мы с вами добиваемся нужного эффекта. Опять-таки возвращаюсь к кисти Morphe, беру оттенок Reef, нового прохожусь по границе. И самая первая кисть, оттенок Weekender. Ну и нам с вами нужно что-то нанести в уголок, чтобы подсветить глаз. Я предлагаю использовать оттенок Stranded. Это вот такое золотишко. Тоже смочу кисть. Ну такая прям осенняя комета упала мне на глаза. Ух, тут чуть-чуть мазнуло, а тут много мазнуло. Поэтому беру синтетическую кисть. Вот так вот, можно сказать, стряхиваю цвет, который нанесла. Возвращаюсь к кисти Manly, прохожусь сверху. Потом кисть Morphe. И так вот все кисти для того, чтобы здесь вернуть, как нам нужно было. И возьму, пожалуй, оттенок Breakaway, который самый светлый. И он как раз таки идеально подойдет нам, как оттенок под бровь. Да, это вот правильный такой именно цвет под бровь хайлайтерный. Ну и мой любимый лайфхак. Берем любую чистую растушевочную кисть. И проходимся по всем цветам, не стесняясь, чтобы они были мягче стушеваны друг с другом. Если где-то видим, что чего-то не хватает, какого-то оттенка, не стесняемся, возвращаемся и наслаиваем. Ну что, я сейчас завершу макияж глаз снизу. Скорее всего, использую оттенок Reef по всему низу. Растушу его оттенком Weekender. И вернусь к вам, скажу свое финальное впечатление касательно этих теней. По крайней мере, финальное по первому впечатлению. Я закончила макияж глаз снизу, но не удержалась и взяла еще металлизированный оттенок Ignite снизу. Это такой вот рыжий копер оттенок, более ржавый, чем оттенок Double Life. Потому что Double Life все-таки это больше такой коричневый цвет. Что я могу сказать касательно самого макияжа, то, что у нас с вами получилось. Нравится мне или не нравится? Мне определенно нравится эта палетка. Мне нравятся цветовые сочетания и решения, которые здесь есть. Мне нравятся все 100-500 миллионов вариантов макияжа, которые вы можете сделать этой палеткой. Я считаю, что она очень даже неплоха в коллекции. Причем она неплоха в коллекции как и для новичка, так и для человека, который бьюти-джанки, бьюти-блогер, увлекается. Это Travel Size. Не то чтобы Friendly с точки зрения размера, и она не самая легкая, но она магнитная. У вас здесь реально огромное зеркало, в которое вы можете краситься. И вы можете сделать кучу вариантов. Ну и честно говоря, вот когда я уже смотрю на нее, почему-то она меня совершенно не возбудила в рекламе. Но вот сейчас, когда я на нее смотрю, мне очень нравится это оформление. Мне нравится этот вайп, что у нас здесь с вами острова, и Мальдивы, и машинки, и карты, Италия, Испания, и все очень красиво. Поэтому пишите, пожалуйста, внизу, хотите ли вы еще опции макияжа этой палеткой. Я обязательно их тогда сниму на следующую неделю. Ну и расскажите, есть ли у вас эта палетка, довольны ли вы ей. И ваше впечатление от свочи, макияжа и всего остального. Как всегда, большое спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите до конца, ставите лайки, пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok